Добро пожаловать в инфосферу! Представляю вашему вниманию список фильмов, похожих на убойные каникулы. Для быстрой навигации по списку фильмов, используйте тайм-коды в описании. Скаут против зомби. Встречайте самую нелепую команду героев в мире. Трое закадычных друзей бойскаутов и безбашенная официантка. Именно им выпадает миссия остановить зомби-апокалипсис, который уже погрузил в хаос захолустный сонный городок и грозит охватить всю планету. Последняя надежда человечества – скаутские приемы и умения. К борьбе с зомби будь готов! Всегда готов! Хижин в лесу. 2011 года. Шумная компания из пяти друзей сбегает на уикенд подебоширить в изолированную от всего мира деревенскую хижину. Звучит знакомо? Ну так вы и не представляете, что вас ждет на самом деле. Добро пожаловать в Зомбилэнд. 2009 года. После нашествия зомби в США, небольшая группа выживших скитается по стране от побережья к побережью, сражаясь с живыми мертвецами. Они решают остановиться в парке развлечений, надеясь, что там они будут в безопасности. Операция «Мертвый снег». Группа студентов-медиков отправляется в горы, чтобы провести там несколько дней на каникулах. Вместо отдыха и развлечений, в декорациях идеалистического норвежского пейзажа, молодые люди попадают в кошмарный сон. Им приходится бороться за жизнь, в схватке с пропавшим здесь когда-то, во время войны отрядом немецких солдат, превратившихся теперь в зомби. Главный лондонский полицейский, констебль Николас Эйнджел, переведен из города в тихий сельский городок Сэнтфорд. Он пытается привыкнуть к этой мирной и, на первый взгляд, лишенной преступности жизни, а также к туповатому напарнику Дэнни Баттерману. Однако серия ужасных происшествий потрясает городок, заставляя Эйнджела убедиться в том, что Сэнтфорд совсем не такой, каким кажется на первый взгляд. Мечты Дэнни о бурной и взрывоопасной, полной стрельбы и погонями жизни становятся все более и более реальными. Настало время для провинциальных полицейских вершить правосудие больших городов. Полный облом 2006 года Что может быть страшнее для Чарли Вуда, школьного учителя, чем с треском вылететь с любимой работы и попрощаться с бандой малолетних спиногрызов, только сидеть на шее у своей жены, копа, превратиться в домохозяйку и няню в одном лице, или просиживать штаны в пыльной конторе до конца жизни. Отличная перспективка, но судьба все же слабо улыбнулась патологическому неудачнику. Наверное, она просто хотела над ним посмеяться. Жаль, что он сразу этого не понял. Корпативка 2006 года Восемь членов оружейной компании отправились в Венгрию для поддержания командного духа. Никто из них не предполагал, что байки о кровожадных военных преступниках, засевших в лесу, являются правдой. Зомби по имени Шон В жизни Шона все идет наперекосяк. Ему 29 лет, он работает обычным продавцом-консультантом, в эдаком Эльдорадо британского типа. Дома постоянные бытовые разборки с сожителями, а еще подруга дает полный отворот-поворот. В общем, не жизнь, а сплошная мука. А тут еще, как назло, начинается какая-то странная эпидемия, а жившие и очень голодные трупы начинают бродить по туманному альбиону в поисках свежей человечинки, по ходу дела заражая все больше и больше невинных граждан, превращая он их в таких же зомби. Вот тут-то и приходит конец терпению нашего героя, и вместе со своим закадычным другом Эдом, вооружившись дубинами и лопатами, верные друзья выходят на тропу войны, дали посносить бошки надоедливым зомбякам, спасти своих близких и выжить самим. Пороть не туда Затерявших в лесах Западной Вирджинии в результате рокового стечения обстоятельств, группа молодых людей пытается добраться до ближайшего телефона, но вместо телефона им суждено найти дом в горах, увешанный страшным оружием и отвратительными трофеями. Кто или что живет в этом доме? Молодые люди начинают понимать, что все их злоключения – способ загнать дичь в ловушку, где они – это дичь, а зловещие охотники – обитатели дома. Очень страшное кино 2000 года В каждом уважающем себя фильме ужасов есть телефон, который вот-вот зазвонит, жертва, которая вот-вот завопит, убийца, который вот-вот нанесет смертельный удар. И единственный способ остаться в живых – это твердо помнить, что надо всегда опережать убийцу на один шаг. Когда сексуальная репортерша, вечная сующая свой нос, на парус попадающим во всякие дурацкие истории охранникам из супермаркета, пытается остановить убийцу, задумавшего расправиться с самыми видными учениками средней школы Булимия Фоллс, начинается такое, ну очень страшное кино. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!